здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумла сенсей мы продолжаем с вами изучать компонент альфа юзер point урок номер семьдесят восемь продолжаем с вами изучать правила давайте перейдем в правило следующий у нас на очереди идет правило реферальные баллы здесь ничего сложного нет из описания я думаю здесь все понятно если хотите это правило включить то вы включаете назначаете процент и эти баллы будут задействованы следующие баллы которые я хочу рассмотреть точнее правило это просмотр профиля заодно с вами посмотрим как вывести профиль на фронтальную часть сайта присвоение баллов владельцу профиля за его просмотр текущим пользователем профиль это по сути вы просто зарегистрируйтесь на сайте и у вас будет своя страничка профиля и другие пользователи сайта могут попасть на ваш профиль просто изучив вас посмотреть на вас вы можете написать это на форуме там кликнув по аватарке например человек попадет на ваш профиль альфа юзер point ну конечно же там нужна интеграция с куненом это будет скорее всего следующий урок давайте перейдем просмотр профиля активируем это правило баллы ну я назначу один балл истекает ставить не буду опубликовано да и метод единожды для пользователя ну то есть чтобы один тот же пользователь к вам может он несколько разойти чтобы вам не начислялось как автору профиля еще баллы до чтобы ну в избежание накрутки чтобы пользователи не хитрили не накручивали эти баллы здесь нужно быть внимательным обязательно чтобы это было только один раз дальше тут все то же самое уведомление приходит если нужно уведомление можно это активировать но в таком случае здесь скорее всего уведомление придет только владельцу профиля на дальше нажимаем сохранить закрыть не пропустите мои топовые продукты под jumla и так правило мы активировали теперь давайте попробуем вывести профиль страницу профиля на фронтальную часть сайта для этого мы переходим меню майн меню нажимаем создать давайте как-нибудь назовем этот пункт меню дальше тип пункта меню выбираем альфа юзерпоинт находим здесь здесь у нас представлены все возможные странички альфа юзерпоинт здесь все на русском думаю здесь уже все понятно мы выбираем раскладка аккаунта пользователя как только мы это выбрали мы переходим с вами на вторую вкладочку здесь еще есть у нас дополнительные опции но здесь тоже все по-русски показывать ссылки также можно посмотреть в описании я оставлю показывать показывать аватар до высота изображения оставим 120 пикселей qr код показывать или нет ну я не вижу смысла в этом коде я это убираю в кому нужно оставляем показывать заполнение профиля прикольная вещь сейчас посмотрим что это такое оставляем дата рождения возраст или день рождения и дата то есть формат даты контактная информация показать информация об образовании показать информация о социальных сетях показать то есть смотрите это настройки идут для абсолютно всех профилей ваших пользователей то есть как вы здесь зададите так это будет отображаться у всех количество действий я выберу все медали показать рефералы показать это вообще важный момент лучше показывать статистика показать правка профиля показать показывать колонку реальных имен участников ну оставим также скрыть имя пользователя показать общее количество заработанных сообществом баллов можем оставить показать средний возраст участников сообщества показать процент показать топ-10 показать конечно же. Ну и здесь у нас идут дальше стандартные параметры ссылки, то есть меню. Нажимаем сохранить, закрыть. Переходим на сайт, обновляем страницу. Итак, у нас появился в меню пункт меню профиль. И, конечно же, профиль не могут смотреть гости сайта, только зарегистрированные. Если хотите, чтобы гости смотрели, я напоминаю, это включается у нас Alpha User Point, настройки, далее профиль, вкладка и гости. Вот здесь разрешить гостям просматривать профиль. Выбираем, сохраняемся, и тогда гости тоже смогут смотреть. Я же авторизуюсь как администратор, захожу в свой профиль. То есть каждый человек, когда будет зарегистрирован, у него такая же будет вкладка с его личным профилем. И вот так, в принципе, у нас выглядит профиль со всеми параметрам, которые мы с вами включили. Заполнение профиля. Здесь же человек сможет редактировать профиль отдельно. Кстати, дальше мы рассмотрим. Вот за заполняемость профиля также можно поощрять человека. За полный профиль, вот за вот этот вот прогресс бар, чтобы он был полный. Точнее, вот он, ваш профиль заполнен на 10%. Можно сделать так, чтобы за заполнение полного профиля человек получал баллы дополнительные. Также здесь есть, ну вот сразу мой рейтинг. Два балла показано здесь. Просмотр профиля вот как раз таки ноль. Вы видите, вот смотрите, здесь ноль. Сейчас я зайду другим пользователям, и здесь появится единичка. И за то, что другой пользователь зайдет на мой профиль, просто посмотреть, мне начислится один балл. По идее, должно быть так. Дальше у нас есть реферальная система, но мы это с вами еще пройдем. Ну и всевозможная статистика. То, что мы сейчас с вами активировали. Вот всего заработан к сообществам, то есть это можно не выводить в профиле. То есть вы уже настроите профиль на свое усмотрение. Ну и давайте посмотрим теперь, как работает это правило. Я сейчас выхожу из администратора и зайду как тестовый пользователь. И зайду сейчас. То есть если я сейчас просто попаду в профиль, то я попадаю в свой профиль. Чтобы протестировать и попасть в профиль пользователя, давайте пока выведем модуль пользователей Alpha User Point. Давайте перейдем к расширению менеджера модулей. Например, выведем модуль Самые активные пользователи вашего сайта. Давайте активируем этот модуль. Заголовок как-то можете назвать. Состояние опубликовано. Позиция. Также выбираю позицию модуля своего шаблона. На всех страницах. И небольшие настройки здесь есть. Сколько показывать в модуле активных пользователей. Оставим 5, как есть. Показывать или имя пользователя или юзернейм. То есть логин. В принципе, здесь на ваше усмотрение. И шоу аватар. Показывать аватар. Также можно поставить. Да. Сохранить, закрыть. Пройдем на сайт. Обновим страницу. Вот модулек у нас вывелся. Активных пользователей. Вот супер юзер и я. И еще два тестовых пользователя у меня здесь. Ну вот давайте зайдем в супер юзер. То есть администратор сайта. Итак, пробуем перейти по имени пользователя. Давай в профиль попадаем. Сразу же у админа мы видим было 2. Рейтинг. Теперь уже 3. И просмотр профиля 1. То есть я прошел и тут же это подсчиталось. Теперь давайте выйдем из тестового пользователя. И зайдем как администратор. И посмотрим. Зайду в свой профиль. Вот тоже я здесь вижу. Видите? 1. Просмотр профиля. Как раз тестовый просмотрел человек. И мой рейтинг 3. То есть мне добавили еще 1 балл за просмотр профиля. У нас все с вами работает. Также в админке в статистике мы можем наблюдать последние изменения. 50 секунд назад. Просмотр профиля. Имя. Супер юзер. Баллы. 1. То есть получил 1 балл за просмотр профиля. Здесь все понятно. На этом я и заканчиваю этот урок. Если для вас он был полезен, ставьте пожалуйста лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Продолжение следует...